ДКУ Мы начинаем наш день открытых дверей, и я бы хотела попросить вас, пожалуйста, отключите пока ваши микрофоны, и когда у нас будет сессия вопросов и ответов, мы вас пригласим включить микрофоны и задавать ваши вопросы. А мы начинаем нашу программу, и разрешите мне сделать маленький анонс того, что сегодня ждет всех посетителей Дня открытых дверей Казахстанско-Немецкого университета в Алматы. Прежде всего, перед вами выступит президент нашего вуза Габриэла Штаунер, и сразу за ней выступит Барбара Януш-Павлета. Кроме того, у нас запланировано выступление доктора Хайнс-Петера Хюллера, руководителя проекта ДАД в ДКУ, и также выступит спикер от приемной комиссии нашего университета. Также для вас заготовлена информация по Центру довузовского профессионального образования, и здесь вам расскажет о нашем Центре подготовки к ЕНТ и поступлению в наш университет Татьяна Круглик. Найля Саниязова, наш руководитель Центра карьеры и социальной работы, расскажет вам о том, какую практику проходят наши студенты. И, безусловно, мы представим вам студенческое сообщество наших амбассадоров, которые проведут вам сегодня кухут по знанию нашего университета, и самым активным слушателям мы вручим памятные подарки от Казахстанского немецкого университета. После этого у нас будут переходы в разные сессионные залы, и здесь вас ждут мастер-классы от выпускников нашего вуза трех факультетов мировой политики, факультета экономики и предпринимательства, факультета инжиниринга информационных технологий, а также выступления наших немецких коллег, газдоцентов из различных вузов. И также по трем факультетам они подготовили для вас выступление, и сегодня у нас для вас сюрприз. Будет прямое включение из одного вуза-партнера. Пока раскрывать карты не буду, пусть будет для вас полнейший сюрприз. И наш коллега, профессор Фабик, проведет онлайн-демонстрацию корпуса в Германии нашего вуза-партнера, и вы сможете посмотреть, как же учатся студенты ДКУ, которые обучаются по программе двойного диплома. Кроме того, ваши дополнительные вопросы к приемной комиссии вы сможете задать в зале 7 после 15-20, дополнительные вопросы по центру довузовского профессионального образования вы можете задать Татьяне Круглик в зале 8, и ответы на вопросы по международному офису, по академическим программам, а также по нашим внутренним стипендиям вы дополнительно сможете задать в зале 9, повторюсь, в 15-20. Также у нас будет работать зал 10 карьерного центра. Наверняка у вас возникнут вопросы, где могут работать наши выпускники, и здесь как раз-таки Налья Саньязова ответит вам на эти вопросы. А я предлагаю начинать и хочу еще раз представить нашего президента, доктора Габриэлу Штаунер, которая выступит с приветственной речью. Переводить ее будет наш сотрудник Алина. Спасибо, Наталья. Спасибо, liebe zukünftige Studentinnen und Studenten, liebe Interessierte an der DKУ, sehr geehrte Damen und Herren, als Präsidentin der DKУ Almaty darf ich Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Tag der offenen Tür begrüßen. Leider können wir diesen Tag, der Ihnen einen näheren und persönlichen Einblick in die akademische Arbeit unserer Universität geben soll, nicht wie in früheren Jahren üblich in Präsenzform abhalten, sondern sind bedingt durch die Corona-Pandemie auf das Online-Format angewiesen. Trotzdem freue ich mich sehr, dass Sie sich für unsere Bildungseinrichtungen interessieren und hoffe, die heutige Veranstaltung wird dieses Interesse wecken und vertiefen. Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen werden im Folgenden nähere Auskünfte geben und auch individuelle Fragen gerne beantworten. Die DKУ blickt auf ein mehr als 20-jähriges erfolgreiches Bestehen zurück. Sie ist eine internationale Bildungseinrichtung, die maßgeblich von den Staaten Kasachstan und der Bundesrepublik Deutschland getragen wird und auf einem Regierungsabkommen zwischen diesen beiden Staaten beruht. Wir bilden in drei Studiengängen Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften und Politikwissenschaften, Bachelor- und Masterstudenten aus. Aktuell studieren an der DKU rund 850 Studentinnen und Studenten. Großen Wert legen wir auch auf eine solide Ausbildung in den Sprachen Deutsch und Englisch. Das Sprachzentrum an unserer Universität eröffnet Ihnen die Möglichkeit, deutsche und oder englische Sprachkenntnisse zu erwerben bzw. zu vertiefen. Ziel dieser umfassenden Ausbildung ist es, Sie als junge Menschen und zukünftige Beschäftigte auf dem internationalen Paket konkurrenzfähig zu machen. Dazu sind Sprachkenntnisse wie allgemein bekannt unerlässlich. Vielen Dank. вашему проявленному интересу и надеюсь после нашей встречи ваш интерес только возрастет. Наши многочисленные коллеги смогут вам дать более подробную информацию и ответить на ваши вопросы. Казахстанско-немецкий университет имеет более 20 лет успешного опыта в сфере образования. У нас представлено три факультета инженеринга информационной технологии, мировая политика, экономика и предпринимательства. Особое внимание мы уделяем образованию в сфере языков. Наш языковой центр при университете предоставит вам возможность усовершенствовать свой язык как немецкий, так и английский. Также нашим приоритетом является сделать наших будущих молодых специалистов конкурентоспособными на международном рынке труда. Продолжение следует... 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 dadurch aus, dass sie deutsche Bildungsstrukturen, Bildungsinhalte und Bildungswerte mit kasachischen Vorstellungen in Einklang bringt. Wir sind dabei stets bemüht, die Ausbildungspläne an die neuen Herausforderungen für zeitgemäße und berufsorientierte Bildung anzupassen. Dieses Bildungskonzept war der Schlüssel unseres Erfolgs in der Vergangenheit und wird uns auch in Zukunft leiten. Zahlreiche Auszeichnungen, die wir von verschiedenen offiziellen Stellen erhalten haben, bestätigen uns auf diesem Weg. Viele unserer Absolventen sind heute in deutschen und internationalen Unternehmen tätig und damit die besten Botschafter unserer Universität und ihres internationalen Bildungsauftrags. Das macht uns zu Recht stolz und gibt uns Ansporn, auf diesem Wege weiter Französisch. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Damen und Herren! Bitte, mir bitte noch ein paar Wort auf der Russischen Sprache, auf dem ich einige Jahre alt bin, auf der Universität Ludwig-Maximilian in München. Das ist natürlich schon lange vor, Время назад, еще во время Советского Союза и Холодной войны, изучение русского языка в то время было довольно трудно. Вы можете представить себя в западной части Германии, но эти трудности перед глазами я очень рада о возможности вам предлагать тесное и успешное сотрудничество в поле высшего образования в пользу наших молодых людей. Спасибо за внимание и, может быть, мы скоро увидимся в здании нашего университета. Спасибо. Спасибо, госпожа Штаунер. Алина, есть что-то добавить по переводу? То, что госпожа Штаунер сказала во второй части. Да, есть. Нашей особенностью является сотрудничество с многочисленными университетами Германии во всех областях образования. Это имеется огромное преимущество. Таким образом, мы привлекаем существенное количество профессоров из немецких университетов. Благодаря этому сотрудничеству появляется возможность предоставления стипендий для прохождения практики в немецких университетах. Так, Алина, это все? Также наш университет отличается тем, что гармонизирует образовательную структуру, образовательные содержания, образовательные ценности с ценностями, которые общеприняты здесь, в Казахстане. Это образовательная концепция является ключом к нашему успеху, как в прошлом, так и в будущем. Мы очень горды и очень заинтересованы в нашем дальнейшем продвижении. Алина, большое спасибо. Я хочу сказать, что мы очень рады принять Алину в нашу команду. Она сегодня впервые на таком дне открытых дверей. С дебютом Алины ничего страшного, что ты немножко волновалась. Казахстанско-немецкий университет отличается тем, что мы как большая семья. У нас очень много хороших взаимоотношений в коллективе. И точно так же наши студенты сегодня, Клуб Амбасадоров, расскажет, насколько интересна студенческая жизнь помимо учебного процесса. Ну а мы продолжаем. Я хочу поблагодарить госпожу Штаунер за такие теплые слова, за нужные бенефиты о нашем вузе, о том, что она рассказала о сотрудничестве с немецкими вузами. И хочу передать слово представителю ректората Казахстанского немецкого университета, проректору по международному сотрудничеству Барбаре Януш Павлетте. Барбара, вы с нами на связи? Пока мы вас не видим. Вижу, что идет подключение. Так, Барбара, вы здесь с нами. Отлично. Вам слово. Спасибо огромное, Наталья. Уважаемые коллеги, уважаемые наши поступающие. Большая радость сегодня приветствовать вас на этом мероприятии. Я думаю, что это, конечно, не одно и то же, если мы бы встретились в стенах этого университета. Но такое бывает еще временно. Потерпеть нам придется, пока у вас лицо увидим. Из вашего разрешения я хочу представить краткую презентацию нашего университета. Мое уже 10-летнее пребывание в Казахстане и работа в нашем университете позволяет мне это сделать на русском языке. Это, наверное, будет быстрее и легче. Наталья, если вы мне поможете переключать слайды, было бы очень-очень удобно. Можем начать нашу презентацию. Барбара, я хочу вам помогу. Подскажите, пожалуйста, уважаемые гости нашего дня открытых дверей, видно ли презентацию? Да, видно. Да, видно. Да, видно. Отлично. Спасибо. Тогда вот это наши радостные студенты, которым, надеемся, в будущее станете и вы. Пожалуйста, следующий слайд, который, да, представляет просто название этого места, которым вы хотели бы у нас учиться. Это, да, это международный ВУЗ. Наталья, так до конца, наверное, слайда пролистаем, потому что не так много времени, к сожалению, сегодня у меня. Международный ВУЗ именно гордится тем, что у нас множество немецких партнеров, как уже было сказано и как я потом продолжу. Очень важно, что нашим главным основным партнером это Министерство иностранных дел Германии и Немецкая служба академических обменов ДАД, который нас поддерживает в том, чтобы мы сохраняли немецкое качество обучения. Немецкие ценности обучения это в первую очередь наши качественные поступающие, наше качество услуг образовательных, которые вы можете получить в нашем университете. Следующий слайд. Не знаю, если можно назвать просто всего пять причин поступления в КНУ, но я думаю, что очень важно действительно отметить то, что те, которые у нас учатся с очень хорошими успехами, они могут закончить свое обучение не только нашим дипломом, а тоже дипломом нашего ВУЗа-партнера. И важно очень то, что действительно все студенты, которые у нас учатся, имеют возможность учиться под руководством немецких профессоров, которые с ВУЗа-партнеров к нам приезжают в основном на третьем курсе обучения. Преподавание у нас идет сначала обучение языку, основному в том числе немецкому, с первого курса, но ожидаем, конечно, высоких языковых квалификаций у студентов, так чтобы они на третьем курсе как раз могли и учиться у своих профессоров с Германии. Ну, конечно, поддержку со своей стороны мы осуществляем очень серьезно для того, чтобы поддержать и развивать ваши языковые компетентности. Помогаем тоже, поскольку это частный ВУЗ и существует оплата к его поступлению, но есть возможность так получить внутреннюю стипендию, как и подавать на государственные гранты. Спасибо. Следующий слайд. На следующем слайде просто увидите место, в котором располагаются наши занятия. У нас есть в основном два корпуса. Я думаю, что тот, который, наверное, и тем, которые не сильно знакомы с нашим университетом, хорошо известны, потому что место прекрасное, где как раз я сейчас с радостью нахожусь. Это на Назарбаево, Курбангазе. Наш главный корпус сейчас стал как бы главным, а ранее у нас существовал всего один корпус на улице Пушкина. Оба в этих корпусах проходят занятия так лабораторные, как и все остальные. Ну, к сожалению, не сейчас, потому что сейчас мы находимся в карантине, но так системно, да. Да, наш университет с международным статусом, это подтверждается в первую очередь именно основанием, основательными соглашениями между Казахстаном и Германией о сотрудничестве по развитию нашего университета. Это то, что дает нам межгосударственный статус международного университета в Казахстане. С другой стороны, конечно, мы аккредитованы тоже вот именно местными, в местных, скажем, учреждениях, местными учреждениями такими, как НАР, в том числе есть у нас государственная лицензия на ведение образовательной деятельности. И наши программы тоже в отдельности аккредитированы в так называемом агентстве АКФИН, который опять, конечно, неудивительно является немецким аккредитационным агентством. Следующий слайд. Здесь вы можете увидеть наше руководство, госпожу Штаунер, вы уже с ней знакомы. С другой стороны, вы видите тоже господина Холлера, который с вами побеседует прямо после моей краткой презентации. Он руководит проектом ДАД, в котором именно сосредоточено на самом деле, скажем, концентрируется наше сотрудничество с Германией через проект ДАД, который возглавляет профессор Холлер. Асель Ажабаева, наша исполняющая обязанности ректора на сегодняшний день, проектор по академической деятельности. Доктор Серик Баимбетов, проректор по науке и трансферу. Я сама, как проректор по международному сотрудничеству. И Светлана Паптаразанова, это директор, финансовый и административный директор в нашем университете. Это наши руководители факультетов. Как уже было сказано, вы знаете, что у нас факультет в направлении экономики, которым руководит Нурлан Альмиреков. Есть у нас факультет мировой политики, которым руководит Оксана Шкопяк. И факультет инжиниринга и информационных технологий, которыми руководит Жаннос Кигенбеков. Следующий слайд. Здесь уже краткий перечень. Я таких слайдов, честно говоря, не люблю, потому что они очень насыщены. А мы вам все расскажем в следующих наших мероприятиях, которые произойдут после этой презентации. Поэтому я только про нем пробегусь. Здесь вы увидите образовательные направления, наши образовательные программы, которые сосредоточены именно на факультете в области экономики, инжиниринга и политики. И основные предметы, которые вам придется сдавать для того, чтобы иметь возможность учиться на этих образовательных программах. Но мои коллеги настолько готовы рассказать вам детали, что разрешите я пробегусь только про этим. Следующий слайд. Он показывает вам программы бакалавриата, в котором тоже опять по образовательным программам в области экономики, менеджментов, менеджмента и управления, а также логистики и финансов мы преподаем в нашем университете. Следующий. Спасибо. И здесь это то, что мы очень любим. Это уже фотографии и фотографии с тех мест, в которых наши студенты получают практический опыт. Стараемся, особенно с нашим карьерным офисом, с которым тоже сегодня ближе познакомитесь, организовать возможности проведения практик для вас, а также стажировок и тоже выездов, определенных более краткосрочных выездов на те места, которые связаны с процессом обучения в вашей программе. Следующий слайд. Следующий слайд покажет вам наши рейтинги. Наверное, вы тоже из ними знакомы, потому что вот это одно из этих мест получения информации, как, наверное, абитуриенты выбирают свои вузы. Конечно, мы очень рады именно тем показателям, что Атамикен, Национальная палата предпринимателей Казахстана, Атамикен, оценила наше место как пятое место в списке всех университетов в Казахстане. Я думаю, это очень ценно, особенно для вас, поступающих в наш университет. Почему? Потому что Атамикен особенно обращает внимание на то, где и как успешно устроились после обучения студенты и магистранты. Поэтому я думаю, что это дает вам хорошие показания, объективно, уже не нашими словами, а словами внешних партнеров о том, что после окончания нашего университета есть очень хороший шанс работать в хорошем перспективном предприятии, который позволит вам развивать ваш внутренний потенциал. И отдельно тоже есть, конечно, показатели, которые показывают вам рейтинги наших отдельных программ. Гордимся, конечно, особенно теми, которые занимаются первые места, в том числе логистика и международные отношения. Ну, третье место, четвертое, шестое, двенадцатые, в принципе, совсем неплохое, да? Барбара, разрешите добавить, я здесь хочу сказать, что, может быть, кого-то удивит, что мы показали двадцатое место по информационным системам. Ну, для нас вузы, которые не заострены на информационной технологии, это очень значимое место из 55. Почему? Потому что у нас есть и другие факультеты, и наш факультет инжиниринга информационных технологий, который занимает двадцатое место среди специализированных вузов, это, конечно, большое достижение. То же самое касается финансов. Вы наверняка, дорогие абитуриенты, знаете, что вузов, которые дают данную образовательную программу, в Казахстане очень много. Поэтому двенадцатое место из 74 – это очень достойное место в рейтинге. Спасибо, Наталья, за паудине. Тогда я продолжу. На следующем слайде вы можете увидеть вот этот процесс, на самом деле, который ведет наших студентов к двойному диплому. Опять здесь коллеги потом дополнят более конкретно, но для вашего обзора, для вашего понимания, в основном первые три года, первые шесть семестров, как здесь указано, они проходят здесь в стенах КНУ. Седьмой, восьмой семестр, он проходит уже конкретно в вузе партнера. И тоже есть возможность дополнительно прохождения практик и написания диплома именно в самом вузе партнера. Это в основном, конечно, для тех коллег, для тех студентов, которые заканчивают, которые поступают на программу двойного диплома. Это действительно отличная возможность для того, чтобы получить международный опыт. Следующий слайд. Здесь те места, в которых в Германии проходят у нас обучение в двойном, так называемом двойном дипломе. Здесь видите очень разные города. И этот список расширяется. Вы здесь и видите и те, которых мы до второго работаем, тех, которыми мы менее давно. Но самое важное, что все наши программы имеют партнерство двойного диплома в Гамбурге, в Митвайде, Шмалькальдне, в Вильдавголице, Райнвайде. Следующий. Здесь вы уже видите, как в 2019 году именно это партнерство было уже окончательно как бы финализировано и был подписан так называемый договор о консорциуме, где основные наши вузы-партнеры объединились в чисто формальном юридическом виде, объединились в поддержке и в сотрудничестве с нашим университетом. Следующий. Да, если вы заинтересуетесь поступлением в наш вуз, как раз здесь уже несколько информаций по поводу вступительной процедуры. Но я, как сказала, коллеги это потом продолжат. Здесь информация, как можно получить государственный грант для того, чтобы учиться на наших образовательных программах. На следующем слайде вы здесь увидите, как проходит наша вступительная процедура. Здесь, пожалуйста, переключите следующий слайд. Здесь информация именно, какие предметы надо сдавать, чтобы поступить на образовательные программы внутри наших факультетов, про которые я уже рассказала. Очень важно, что существует внутренняя процедура приема. Вам приходится сдавать экзамены. И я очень хочу подчеркнуть, что важно для нас, чтобы один хотя бы из иностранных языков, которым мы в основном ведем наше обучение, это, конечно, в первую очередь немецкий, но для тех, которые его не знают английский, был сдан на уровне А2. Это вам просто освобождает, скажем, время и пространство для того, чтобы вы потом уже содержанию могли больше готовиться и быть более подготовлены именно этому срывбыванию, скажем так, чтобы выехать на двойной диплом. Следующий слайд позволит вам увидеть наше социальное и карьерное развитие, ваше социальное и карьерное развитие, особенно которым координируется студенческий совет Штура. Это тоже очень немецкий подход для образования, где студенты являются нашими партнерами в процессе обучения. И я очень гордимся этим. Это непростой процесс, очень часто именно это такой внутренний рост, так для тех, которые участвуют в вот этих программах, как и для самого университета. Но это очень важно, здесь показано, чем именно наша Штура занимается, кроме самоуправлением и кроме поддержкой управления нашего университета. Да, это дополнительно расскажет вам еще потом Найля Санирязова. Следующий слайд показывает именно вообще ответственность и активность наших студентов, которые в разношерстных мероприятиях, которых несколько здесь указанных, так по специальности, как и не специальности, как в своей социальной ответственности продолжают свою активную деятельность. И следующий слайд показывает вам тоже то, что обращаем внимание на спортивную, на нашу физическую часть нашего естества, не только на умственную, побеждая конкурсы. Но в первую очередь получая наслаждение и тоже развиваясь с точки зрения культурного, физического, как люди. На следующем слайде я уж просто благодарю вас за внимание и хочу пожелать вам хорошего дня с нами сегодня, того, чтобы вы по возможности узнали все, что вас интересует. Благодарю наших коллег, что все время определили, вместе это мероприятие организовали. Особенно наших коллег с Германией, которые присоединились, у них раннее время, так что рано проснулись, чтобы быть сегодня с нами. Всем спасибо за внимание, хорошего мероприятия. Спасибо большое, Барбара. Я напоминаю, что перед вами выступил проректор по международному сотрудничеству Барбара Януш Павлета. Она также у нас является координатором ректората управления в Казахстане нашим вузом. И я хотела бы передать слово теперь господину Хайнс Петру Хюллеру, руководителю проекта ДКУ в Германии. И помогать нам переводить его для вас будет Валерия, сотрудник проекта ДАД в ДКУ. Пожалуйста, уважаемые коллеги, все ли у вас в порядке со связью? Я вас приветствую и благодарю за возможность выступить сегодня на нашем Дне открытых дверей. Презентацию мы видим. Это на Дне открытых дверей? Да. Пока. Пока не слышим. Микрофон. Господин Хюллер, попробуйте подключить микрофон. Хören Sie mich nun? Да. Да, guten Tag, liebe Schülerinnen und Schüler. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Добрый день, дорогие школьницы и школьники, добрый день, уважаемые дамы и господа. Mein Name ist Heinz-Peter Höller. Ich leite die Arbeitsgruppe in Deutschland, die die Deutsch-Kasachische Universität aus Deutschland unterstützt. Моё имя, профессор доктор Heinz-Peter Höller. И я руковожу команду, которая из Германии поддерживает Казахстанско-Nемецкий университет. Man fragt sich, oder man stellt sich die Frage, warum unterstützt Deutschland auf der Welt университеты und Studienangebote an ausländischen университет? Может быть, задается вопрос, почему Германия поддерживает по всему миру так называемые transнациональные образовательные системы? Wir nennen das in Deutschland die transnationale Bildungsprojekte. Und mit diesen transnationalen Bildungsprojekten möchte Deutschland sich in der ganzen Welt wissenschaftlich vernetzen. Natürlich möchte Deutschland auch zeigen, welch leistungsstarkes Hochschulsystem, Universitätssystem Deutschland hat. Deutschland möchte mit diesen transnationalen Bildungsprojekten natürlich auch europäische Werte von Demokratie, von Meinungsfreiheit vermitteln. Und Deutschland möchte diese Studienangebote nicht exportieren und verkaufen, sondern mit den Menschen vor Ort in den fremden Ländern gemeinsam entwickeln. Hier in Deutschland heißt es Transnationales Bildungsprojekte. Und Deutschland folgt die nächsten Zweite. Natürlich, es ist die Zeit, natürlich, zu verabschieden und zu verabschieden und zu verabschieden und zu verabschieden. Natürlich, es ist die große und zu verabschieden und zu verabschieden und zu verabschieden und zu verabschieden. Конечно, передавать европейские ценности, такие как демократия. И, конечно, не экспортировать систему образования, а разговаривать на интернациональном уровне как равноправные партнеры. И вы видите, что это транснациональное образование, его поддерживает внимание по всему миру, и в Европе, и в Америке, и очень много в Европе, но также и в Америке. И Казахстанская немецкая университет в Алма-Ате – это один из таких проектов транснационального образования. Но есть небольшие и большие транснациональные образования. И вы видите, что эти цены были немного старше. В то же время университет в ДКУ было немного меньше студентов, но в Европе есть большие транснациональные образования, проекты, большие университеты в Египте, в Йордане, в Чине, в Туркане, в Вьетнаме, но также в Казахстане – это немецкая университет. Эта карта, она немножко устарела. В то время тогда еще в ДКУ было не так много студентов. Но вы видите, что Германия поддерживает эти транснациональные проекты, и вы видите, что в Египте и в Йордане и в Китае очень большие такие проекты. Но Алматы и, конечно, немецкая казахстанская университет принадлежит. Это один из этих проектов. ДИКУ в Казахстан в Зентральной Азии – Твгт тю насеку пребывает отс่ buzzing в Германии. Казахстане – картина создать какую-то популярную поддержку. Зима с которой одной из них развиваетtest никто не BO в Доку. Германия спи это важное длежto желание. Казахстан является для Германии одной из важнейших стран в Центральной Альбии. В 2019 году президент Акаев, посещая Германию, посещая господин Меркель, он и они оба подтвердили важность этого сотрудничества, и Казахстанско-Немецкий университет также был упал на переговорах. В каких же областях Германия поддерживает Казахстанско-Немецкий университет? Во-первых, конечно, студентов мы поддерживаем стипендиями, а также для тех, кто приезжает в Алматы из других городов или из других республик, мы поддерживаем стипендиями на проживание. Казахстанско-Немецкий университет. Казахстанско-Немецкий университет. Казахстанско-Немецкий университет. Казахстанско-Немецкий университет. Казахстанско-Немецкий университет. Казахстанско-Немецкий университет. Он является партнером в университетах прикладных наук в Германии. И в этих шести университетах вы можете получить, так называемый, вы можете получить диплом немецкого университета. Мы финансируем из Германии на Соммершуле на декабрь-казахском университете. Мы финансируем интенсивные курсы для студентов, для сотрудников. Мы финансируем стипендия. А также мы поддерживаем и финансируем летние университеты, интенсивные языковые курсы. Мы организуем встречи с студентов. И здесь вы видите фотографии, которые несколько лет назад проходили. Мы встретили здесь в Германии. Мы также финансируем инфраструктуру в ИТ-технике, как beispielsweise это лаборатория на левой стороне или это компьютер-кабинет, компьютер-пул на левой стороне. Также мы финансово поддерживаем ДКУ в плане оснащения лаборатории. И здесь вы видите лаборатории, которая также была про финансирована, про финансирование проекта в Германии. И hinter нас стоит очень сильный партнер. Это для нас, что это Американское общество, Американское общество, это для нас, что это Академический автажсидент. И это, мы уже видели, это консортиум, это соединительная школа, Вы видите здесь, где ректоры и мать ректору подскажут, в котором они обеспечивают другую другую университету, чтобы поддержать Казахскую университет. Консорциум университетов прикладных наук, о котором вы уже слышите. На этой фотографии вы видите подписание договора между партнерами. И вы видите, что здесь президенты или ректоры этих университетов прикладных наук подписывают в 2019 году этот договор, в котором они выражают свою готовность и обязуются поддерживать Казахстанскую университет. Дорогие студенты и студенты, мы в Германии, мы рады, если вы выбрали для Казахстанскую университет. Мы будем поддерживать вас из Германии по всей студии. И мы рады, если мы вас поздравляем в Германии. Дорогие будущие студенты и студенты, мы были бы очень рады приветствовать вас в Казахстанской университете. Мы были бы очень рады, если вы примете решение в Казахстанской университете учиться. Это наша команда в Германии. И мы будем, если вы примете это решение учиться в ДКУ, мы будем вас все годы вашего обучения поддерживать. Спасибо огромное, господин Хеллер. Я хотела бы поблагодарить также Валерию за то, что она помогала нам переводить очень интересную презентацию. Очень было приятно видеть своих студентов, которые обучались по программе двойного диплома. Марию Ярошевскую, которая окончила вуз-партнер с красным дипломом, и мы гордимся нашей выпускницей. И было приятно видеть других ребят, которые на первых трех курсах обучались ДКУ здесь, в Алматы, а затем уехали по программе двойного диплома вузы-партнеры. Я хочу напомнить, что мы только набираем обороты, и я очень рада, что участники нашего Дня открытых дверей начали активно задавать вопросы в чате. На какие-то из них мы вам уже отвечаем, на какие-то из них ответят наши следующие спикеры. Прошу вас, ребята, дождаться. Сейчас у нас выступление руководителя приемной комиссии нашего университета Динары Телюбаевой. Она также у нас является преподавателем университета на факультете инжиниринга информационных технологий. Дождитесь, пожалуйста, также выступления других спикеров. После нее выступит Татьяна Круглик как раз-таки по центру довузовского профессионального образования. У нас были вопросы в чате. И также я хотела бы ответить на такой вопрос, который поступает нам еще и в социальные сети. А как же в период пандемии преподают ли немецкие госдоценты? Безусловно, господин Хюллер сказал, что 50 человек приезжают ежегодно к нам сюда, если нет пандемии. Но во время пандемии они читают свои лекции онлайн. Так что в любом случае, даже если будут ограничения карантинные и обучение будет в каком-то онлайн формате, то данные предметы наши уважаемые профессора из Германии также будут читать, только в онлайн формате. Хочу вас успокоить. А я передаю слово Динаре Телюбаевой. Динара, пожалуйста, вы с нами на связи. Добрый день. Уважаемые наши будущие студенты, ветеренты, мы очень рады сегодня вас приветствовать на дне открытых дверей. И я с удовольствием отвечу на ваши вопросы касательно приемной комиссии. Да, я хочу немножко ввести вас в курс дела. Дело в том, что мы достаточно долго выдавали информацию по дню открытых дверей в социальных сетях. И у нас поступил ряд вопросов. Я, с вашего позволения, ребята, начну их зачитывать, Динаре. И, может быть, многие вопросы, которые возникли у вас, также отпадут, потому что Динара уже ответит на те вопросы, которые мы собрали заранее. Первый вопрос, Динар, такой. Можно ли поступить на платное отделение без прохождения вступительной процедуры? В текущем году все желающие поступить в Казахстанско-Немецкий университет должны пройти нашу внутреннюю вступительную процедуру. То есть это обязательное условие. Да, у нас был экспериментальный год в прошлом году, когда мы отказывались от вступительной процедуры. Объясню немножко от лица ВУЗа, почему мы вернулись к вступительным процедурам. Дело в том, что мы никогда не гнались за количеством наших студентов. Мы всегда ценили качество. И вот как раз-таки вступительная процедура позволяет определить тот уровень языковой подготовки, целеуспременности ребят, которые к нам приходят, и сохранить тот самый уникальный качественный контингент, ради которого все мы работаем. Потому что студентам нашего ВУЗа, безусловно, приходится очень хорошо учиться, быть нацеленным на успех. И следующий вопрос. Есть ли у вас внутренние гранты? Ну, я тут, наверное, немножко перефразирую. Скорее всего, речь идет о наших внутренних стипендиях. У нас в Казахстанском немецком университете есть своя собственная стипендиальная программа. И очень большое количество студентов у нас обучаются посредством данных стипендий. И полную информацию, наверное, вам предоставит следующий спикер, руководитель международного офиса Елена Асмус по всем нашим стипендиям на программах. Но рада сообщить, что у нас есть внутренние гранты. Так, хорошо. И тут свежие вопросы падают здесь в чат. Я сразу зачитаю, потому что как раз сказали про вступительную процедуру. И такой вопрос. В каком формате проходит вступительная процедура? Что она из себя представляет? Вступительная процедура представляет из себя экзамен, который будет проходить в этом году в формате онлайн, из-за ограничительных мер. Будет он по предметам, профильным предметам, а также по иностранному языку. Это будет онлайн-тестирование, да, Динара? Это будет онлайн-тестирование. По датам экзамена сейчас мои коллеги, модераторы данной сессии отправят в наш чат даты ближайшие по вступительной процедуре. Они у нас проходят ежемесячно, начиная с марта месяца. К сожалению, на апрельскую процедуру уже мы не принимаем заявки, потому что заявки принимаются за 7 дней, а она у нас будет 20 апреля. Соответственно, вы можете подать заявки на внутреннюю процедуру, которая будет в мае. Девочки, сейчас вам даты обозначат. Следующий вопрос. Для поступления можно использовать только результат последнего ЕНТ, либо можно и учитывать и предыдущие ЕНТ? Для поступления важно иметь сертификат ЕНТ, и для поступления в КНУ можно использовать все три варианта сертификата ЕНТ. Но здесь бы хотелось предупредить о том, что должны обязательно совпадать профильные предметы. Например, если вы хотите поступить на образовательную программу менеджмент, то профильным предметом у вас должна быть математика и география. То есть у вас есть возможность, если вы сдаете три раза ЕНТ, то три раза выбрать разные профильные предметы. Поэтому здесь соответствие профильных предметов обязательно. Но вы можете использовать три сертификата ЕНТ. Один из трех. Один из трех. Отлично. Спасибо, Динара. И тут я вижу, что возникают вопросы дополнительно в чате по поводу, если ты подал уже заявку на экзамен, как узнать, попал ты в этот раз на внутреннюю процедуру или нет. Я прошу, ребята, сейчас наш модератор продублирует этот телефон. Плюс семь. Семьсот. Триста пятьдесят пять. Ноль пять. Пятьдесят один. Это телефон нашей приемной комиссии. Работают менеджеры в рабочее время, которые проверят вас по базе. Вы можете написать в WhatsApp. Лучше не звонить, а писать. Более оперативно девочки вам ответят, потому что в настоящий период очень много звонков. Вы можете просто не дозвониться. А по WhatsApp один из операторов вам обязательно в бизнес WhatsApp ответит. Итак, также я вижу такой вопрос. Суммируется ли государственный грант, если человек его получил, и какая-то внутренняя стипендия нашего университета, если он прошел по внутренней процедуре? Если же вы получили государственный образовательный грант, и также вы получили внутренний грант КНУ, то вам придется выбрать один из видов гранта. То есть или государственный образовательный грант, или же грант внутренней стипендиальной программы. Так, отлично. Теперь, значит, у нас еще такие вопросы. Дают ли преимущества сертификаты какие-либо, и есть ли какие-то привилегии при поступлении? Да, я вот тоже видела предыдущий вопрос, тоже касается сертификата IELTS, да, то есть языковые сертификаты, международные языковые сертификаты мы признаем. То есть мы можем вас освободить от сдачи иностранного языка, то есть здесь будет перерасчет баллов по результатам сдачи IELTS или теста, да. То есть мы перезасчитываем данные результаты. По вопросу, как раз-таки у нас высылали в социальные сети Динар очень часто этот вопрос, сколько баллов требуется набрать для гранта? Это, видимо, имеется в виду государственный грант на факультете международных отношений. Тут есть свои особенности, как государственный заказ, да, и история баллов за предыдущие годы. Динара немножко подробнее вам сейчас об этом расскажет. Результаты баллов на грант – это очень актуальный вопрос для битурентов, и один из часто задаваемых вопросов. Но, к сожалению, результаты ЭНТ, они каждый год различные, и конкурс тоже различный, то есть госзаказ дается на разное количество, поэтому вам лучше найти в интернете результаты прошлого распределения грантов и там просмотреть результаты по каждой образовательной программе, да. То есть потому что каждый год данный порог меняется, но если брать общую статистику, конечно, у вас общий балл должен превышать 100 баллов, да, то есть чем больше баллов, то есть ближе к максимальному 140, тем у вас больше шансов получить государственную образовательную гранту. Но статистика показывает, что должно быть больше 100 баллов. И такой вопрос, сколько раз можно сдавать нашу ступительную процедуру, насколько я понимаю, это тоже из чата, вот в данный момент пришел вопрос. У наших битурентов есть одна возможность сдать нашу ступительную процедуру. И следом еще один вопрос, сколько баллов по ЕНТ нужно набрать, чтобы поступить в наш ВУЗ, то есть быть допущенным к нашей внутренней процедуре? Для того, чтобы поступить в Казахстанско-Немецкий университет, вам необходимо набрать общий балл не менее 50, и также по каждому предмету у вас должно быть не менее 5 баллов. То есть, например, если у вас будет по ЕНТ общий балл 80, но по истории Казахстана у вас 2 балла, к сожалению, вы не можете подавать документы в Казахстанско-Немецкий университет. И задают вопросы, опять же, по привилегиям. Есть ли какие-то привилегии для обладателей Алтенбельги? К сожалению, никаких привилегий нет. Все на общих основаниях будут проходить внутреннюю вступительную процедуру. Понятно. То есть ВУЗ наш может выбрать обладателя Алтенбельги, но внутреннюю процедуру в любом случае необходимо пройти. И еще такой вопрос. Если имеется сертификат B1 от ГЁТ, нужно ли сдавать немецкий язык при вступительных? От Арины вопрос. Можно мы на этот вопрос лично ответим, да, потому что у нас были таблицы перерасчетов. То есть реально вам сейчас не смогу ответить. Это зависит от баллов. И вроде бы мы ГЁТ-институт не принимаем. Наши коллеги ответили в чате на данный вопрос. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. И если у вас вопросы остаются для уточнения вот таких сложных вопросов, вы, пожалуйста, пишите нам на WhatsApp. И девочки обязательно уточнят у нужного специалиста и оперативно вам ответят. Следующий вопрос. Как подавать документы на поступление? Можно или нужно подавать документы онлайн? Вот такой вопрос. Официально свою работу приемная комиссия начнет с 1 июня. Если у вас есть возможность, вы можете подойти по адресу Назарбаева 173, да, и там будет работать приемная комиссия и сдать все оригиналы документов. Но также вы можете это сделать в онлайн-формате, то есть все сканы документов вы можете отправить через информационную систему Универ, на которую вы можете попасть через наш сайт. То есть на сайте есть раздел поступающим, там есть раздел онлайн-регистрация абитуриентов. Также на этой же страничке вы найдете полную инструкцию, как пройти регистрацию в информационной системе Универ. Отлично. У нас есть вопрос, можете ли рассказать про магистратуру? Мы уделим этому обязательно время в сессионных залах. И также мои коллеги сейчас вам ответят, по каким образовательным программам вы можете поступить к нам в магистратуру в чате. Есть такой вопрос, очень часто нам его задают и в социальных сетях. Можно ли подать документы без сертификата ЕНТ, отослать его позже, когда сдам? У нас официально по всей республике сроки приема документов, оригинал документов начинается в августе. То есть до августа месяца вы можете сдать все имеющиеся документы, участвовать в нашей вступительной процедуре, но для зачисления в университет необходимо предоставить полный пакет документов, в том числе и сертификаты ЕНТ, оригинал аттестата и так далее. Еще один актуальный вопрос. Есть ли у нас военная кафедра? Задают его молодые люди, поступающие к нам. Да, у молодых людей у нас есть возможность обучаться на военной кафедре, которая у нас проходит на базе КАЗГУМО и МЯ. Но там тоже есть определенная процедура отбора, то есть не все желающие могут там обучаться. Если они пройдут процедуру отбора, то есть такая возможность. И еще один вопрос. Существуют ли какие-то особые условия для поступления, к примеру, для школ ниш, либо для владельцев каких-то сертификатов о достижениях? Нет. Еще раз повторюсь, что все битуренты у нас поступают на общих основаниях через внутреннюю вступительную процедуру. Так, часто задаваемый вопрос, Динар, также необходимо ли знать немецкий язык при поступлении? Обязательно ли это условие? Немецкий язык, уровень немецкого языка может быть нулевым, но основное требование университета – это знание одного из языков на уровне 1А22. То есть хотя бы английский или немецкий должен быть на этом уровне. Это обязательное условие. Так, влияет ли результат аттестата или бал аттестата на поступление? Если вы претендуете на стипендиальную программу, это играет большую роль, потому что при распределении стипендиальных программ учитывается общий балл ЭНТ, средний балл аттестата, а также результаты внутренних экзаменов. Да, ребята, я хочу уточнить, что у нас запланировано выступление международного офиса с Еленой Асмус и проектом ДАД с Валерией, с которой вы уже сегодня познакомились. И там будут в отдельной сессии ответы на все ваши вопросы, связанные со стипендиями. Также вот я вижу вопросы, что нужно для того, чтобы подать заявку на стипендию, когда можно подать заявку на стипендию. Вот на эти вопросы чуть-чуть попозже вам ответит соответствующий специалист. А я еще хочу уточнить, и Динара, вопрос все-таки связанный с военной кафедрой. Как подавать документы на военную кафедру и какие вообще документы нужны? Во время учебного процесса у нас проходит отбор, то есть объявление. И это делается учебной частью. Вот насчет пакета документов, это еще пока неизвестно, пока еще на этот год отбор не объявлен. Но это, наверное, больше касается студентов вторых-третьих курсов. В основном военная кафедра обучается студентам вторых-третьих курсов. На эти вопросы мы обязательно предоставим вам ответы на нашем сайте. Следите за информацией, потому что, к примеру, в нашей сети Instagram мы даем всю информацию по различным направлениям деятельности нашего университета. И вот я сейчас себе отметила, как руководитель отдела внешних и внутренних коммуникаций нашего университета, что нам нужно уделить больше внимания рассказам по военную кафедру. Читайте наши посты, и как только мы получим список документов от нашего партнера, у которого наши ребята проходят военную кафедру, мы обязательно это опубликуем. И есть еще такой вопрос. В рамках конкурсного отбора на стипендии учитываются следующие показатели. Повторюсь, да, это средняя оценка аттестата, баллы ЕНТ и балл вступительной процедуры. Подробнее об этом, как я уже сказала, вам расскажет Елена Асмус немного позже. Так, и у нас остался еще один вопрос, Динар, такой важный. В какой программе, во-первых, проходит тестирование нашей внутренней процедуры? Внутренняя процедура у нас проходит в системе Индиго, да, это программа для проведения тестирования. А также обязательно ведется видеонаблюдение, да, через систему Proctoring. То есть это программа необходимая для обеспечения академической честности. Так, и такой вопрос, как можно зарегистрироваться на тест? Регистрация на тест у нас ведется через приемную комиссию, да, вы можете позвонить, вы можете написать на электронную почту приемной комиссии и записаться на экзамен. Admission.sobachka.dku.kz, а также номер телефона, который вам уже писали в чате. Девочки сейчас обновят сообщение, чтобы оно не потерялось, потому что вопросов очень много. Радует ваша активность, уважаемые друзья. Я и телефон, напомню еще вслух, запишите, пожалуйста, плюс 7700-355-05-51. Это номер, по которому вы можете задать вопрос по WhatsApp нашему консультанту. Напоминаю, что ответы на вопросы вы сможете получить в рабочее время с 9 до 6, но даже те вопросы, которые вы напишите в WhatsApp позже, рано утром, как только наши консультанты придут на работу, обязательно вам ответят. Просто делаю такую оговорочку, чтобы вы понимали, что мы тоже живые люди и тоже у нас есть рабочий день. И что еще важно? Я вижу еще вопросы. Мне буквально нужна одна секундочка. Будет ли организована еще одна открытая дверь? Да, дни открытых дверей будут у нас организованы ежемесячно. Кроме того, мы постараемся интересные фрагменты данного дня открытых дверей делать в записи на нашем YouTube-канале. Пожалуйста, подпишитесь на наши социальные сети. Сейчас девочки подготовят слайдик с указанием социальных сетей. И после следующего спикера я выведу на экран, чтобы вы их увидели. Вы можете перейти на наш сайт dku.kz и в разделе «Контакты» найти всю информацию, как с нами связаться. Так, я вижу, что пока вопросы все, да. По количеству баллов на IELTS Динара, мы сможем ответить, да? По-моему, вы уже говорили об этом. Пожалуйста, свяжитесь с нами по WhatsApp-у, мы вам точное количество баллов для перезачисления данных результатов сообщим. А мы двигаемся дальше. Динара, огромное спасибо. Какие проходные баллы на вступительных экзаменах? Хороший вопрос. И вовремя. Какие проходные баллы на вступительных экзаменах? Эту информацию мы опубликуем на сайте, чтобы вы подробно понимали, по какому из профильных предметов, если вы поступаете, например, на факультет инжиниринга информационных технологий, важно набрать большее количество баллов. Пожалуйста, следите, задавайте вопросы нам по WhatsApp, и мы тоже будем эту информацию вам оперативно пересылать. Я думаю, также я могу на эти вопросы ответить в секционном зале более подробно, потому что у меня подготовлены слайды, детально ответить на эти вопросы. Да, с 15-20 у нас будут работать сессионные залы, в том числе приемные комиссии. У приемной комиссии у нас зал, сейчас я вам подскажу, какой. Седьмой. Седьмой зал, и вы сможете задать дополнительные вопросы. Кроме того, Динара остается здесь, и в чате будет продолжать отвечать на вопросы, которые у вас еще остались. Примерные задания на экзамен по вашему запросу мы можем отправить для вашей подготовки по результатам предыдущих лет. Пожалуйста, будьте с нами на связи. А я хочу представить нашего следующего спикера. Как раз таки были вопросы, что же такое Центр Даузовского профессионального обучения в Казахстанско-немецком университете. И я хочу предоставить слово Татьяне Круглик, руководителю данного центра, которая расскажет о программах, которые помогают подготовиться не только к ЕНТ, но и вступительным экзаменам в наш университет и в целом пройти некую адаптацию для обучения в нашем ВУЗе, потому что уровень обучения, конечно, достаточно высок и нужны хорошие подготовительные данные. Татьяна, вы на связи. Добрый день. Я предлагаю следующий формат. У меня тоже поступили вопросы, и эти вопросы у меня есть в наличии. Я, наверное, на них быстро отвечу, потому что у нас дискуссия немножко затягивается. Я просто боюсь, что люди будут уходить. Станет им неинтересно. Конечно. А потом в конце, если какие-то я за чатом одновременно, к сожалению, следить не могу, и потом же, Наталья, если что-то, еще какие-то вопросы, да, или если на какие-то не отвечу, то тогда в сессионный зал идем, и там я отвечу. Да. Татьяна, давайте начнем тогда с вопросов, которые к нам пришли, может быть. Они у меня есть, мне друзья их выслала вчера, поэтому я на эти вопросы начну тоже отвечать. Значит, цель, мы работаем для прежде всего, ну, как уже было сказано, повышения качества, прежде всего, обучения, чтобы вам было легче учиться в университете, и плюс первоочередные задачи, которые стоят перед вами, это сдача ЕНТ и нашего вступительного экзамена, который с этого учебного года является обязательным для всех, и мы организовываем курсы. Но здесь я так подозреваю категория разная присутствующих, то есть, если это абитуриенты 10 класса, то для них сейчас будет актуальная информация о курсах подготовки к ЕНТ. Если это 11-классники, то это только курс, который летняя школа, так называемая, о которой я скажу чуть позже. Значит, в этом учебном году курсы по подготовке к ЕНТ уже не набор, не осуществляется, потому что курсы рассчитаны на 80 академических часов каждого предмета, и это занимает, соответственно, много времени, то есть, если несколько предметов брать, то продолжительность обучения составляет около 5 месяцев. А так как, как мы уже знаем, в июне уже у нас последние ЕНТ, и поэтому набор мы уже в летнее время не осуществляем. Я расскажу, как было в этом году, немножечко расскажу, что мы планируем изменить в этом курсе, потому что каждый год мы понимаем, что нужны какие-то изменения в связи с какими-то веяниями времени, либо еще с какими-то нюансами, с которыми мы столкнулись. В этом году курс подготовки к ЕНТ был построен на два блока. Первый блок это был базовый, туда входила история Казахстана, математика с математической грамотностью, и этот блок обязательный. То есть математика и математическая грамотность идут как одна дисциплина, и плюс история Казахстана. Каждый предмет 80 академических часов. Эти предметы, к сожалению, выбрать нельзя, то есть либо взять историю, либо взять математику, к сожалению, так нельзя, это базовый блок, он считается обязательным, потому что все ученики школы сдают либо математику, либо математическую грамотность, здесь зависит от выбранной специальности, и историю Казахстана тоже. Почему мы сделали это обязательно? Потому что по опыту прошлого года мы столкнулись с такой ситуацией, когда мы готовили детей, кто-то, например, не выбрал историю, но именно на ЕНТ завалил эту историю. И получается мы работали над тем, чтобы получить результаты, но результаты были не достигнуты в силу того, что один предмет был завален, но в августе успешно пересдали, поступили, но в любом случае, я думаю, дополнительные такие проблемы никому не нужны. Второй блок это профблок, он зависит, там вы выбираете дисциплины в зависимости от того, какая у вас специальность. То есть если у вас финансы, вы берете географию, если телематика, там информационный инжиниринг, вы берете физику, ну и так далее. Я думаю, все уже наборы этих предметов выучили, все прекрасно знают. И также дополнительно предлагается иностранный язык. Уже неоднократно коллеги говорили, не хочу говорить много раз, что наличие знаний по одного из иностранных языков является обязательным. Поэтому если у вас какие-то проблемы с английским языком, вы берете английский язык. Если кто-то хочет облегчить свою нагрузку, которая у вас будет на первом курсе, потому что нагрузка абитуриента вуза и нагрузка школьника существенно отличается, она где-то в два раза увеличивается. И некоторые ребята не справляются с той нагрузкой, которая их ожидает в университете, плюс еще добавляется язык второй, и многие ребята с этим не справляются. Поэтому те ребята, кто целенаправленно нацелен на поступление в ДКУ, они заранее, как правило, начинают изучение немецкого языка. Как правило, отсутствует немецкий язык, в основном присутствует английский, но у всех бывает по-разному у кого-то английский. С языками там у нас идет обучение по группам, детально это я, наверное, в сессионном зале буду рассказывать, если у кого-то будут вопросы. Что хотим поменять на следующий учебный год? На следующий учебный год мы хотим ввести обязательно условия, так как мы в этом году обучение проводили онлайн, и было, мы столкнулись с ситуациями, когда несознательные школьники, мы каждый день практически их разыскивали, приглашали на занятия, очень было много пропусков, то есть мы хотим нести такое условие, что если 50% это условие мы пропишем в договоре, 50% невыполнения домашних заданий, 50% пропусков занятий на середину курса, то мы будем таких слушателей отчислять с курсов, несмотря на то, что мне тоже многие говорят, но мы же платим, но мы не ставим цель зарабатывания денег, у нас другая цель, у нас цель повышения качества знаний, я хочу, чтобы это все понимали. А вот для 11-классников, которые будут поступать, у нас будет в августе летняя школа, Зинара Мурбековна уже сказала, что вступительная процедура сдается один раз, но там есть некоторые условия, если таблица по баллам, я ее сейчас, к сожалению, на экран не буду выводить, я думаю, эта информация будет на сайте, плюс это можно будет в сессионном зале сделать, если какой-то один из предметов будет неизданный, по этому предмету будет набрано 40 баллов из положенных чуть больше, то есть, например, по математике вы должны набрать 10 баллов, а вы наберете 8, это 40% составляет, то тогда вы можете пройти повтор по этому предмету в августе, этот курс начнется со 2 августа по 15 августа, но при условии, что если вы будете делать повтор этой дисциплины какой-то одной, вы тогда не сможете участвовать в конкурсе на получение стипендии, стипендии КНУ, почему, потому что у нас ступительная процедура сдается один раз, если вот вы сдали с первого раза, тогда вы можете подавать заявление на стипендии, участвовать в общем конкурсе, если вы один какой-то предмет, но бывают иногда психологические какие-то проблемы, какие-то технические сбои, ребенок растерялся, не собрался и там 1-2 балла не добрал, тогда в таком случае он может повторить эту дисциплину в августе, но кроме иностранного языка, то есть если вы не набрали баллы на вступительной процедуре по иностранному языку, повтора курса по иностранному языку не будет, то есть это может быть математика, география, физика, история, а иностранные языки, к сожалению, нет. Далее, здесь вопрос у меня был, кто преподает на курсах, ну на курсах преподают преподаватели университета, сторонние преподаватели с большим педагогическим опытом и многие с учеными степенями. Также можно ли подключаться к занятиям онлайн, следующий вопрос, в этом году все занятия у нас проходили в режиме онлайн в силу ситуации в мире, пандемии, все это знают, всем это прекрасно известно. На следующий год мы хотели, если мы выйдем в режим оффлайн, хотели посмотреть по заявкам, если будут иногородние и наберется группа, то есть поступит достаточное количество заявок, то мы для иногородних организуем курс онлайн. какое количество предметов можно выбрать по профильным, это зависит от вашего желания, я уже об этом говорила, не буду зацикливаться, то есть либо вы берете один, либо вы добавляете сюда еще иностранный язык, то есть это может быть один либо два предмета. Далее, какой уровень языка необходима, ну по уровням языка уже тоже говорили, то есть вы должны минимальный у вас уровень быть по какому-то одному из иностранных языков. Далее, в нашем, на наших курсах, если вы записываетесь на язык, то мы группы формируем по уровням, если группа не набирается, то к сожалению не набирается. Далее, можно ли оплачивать стоимость курсов по частям, да, у нас оплата в этом году предусматривала три вида, то есть можно оплатить за весь курс до начала курса, можно оплатить двумя платежами, в начале курса и середине курса, эти все условия, да, прям с датами совсем все прописывается в договоре, либо помесячно, здесь вы выбираете как вам удобно. Есть ли скидки на стоимость, на стоимость мы не предусматриваем скидки, потому что скидки обычно предусматриваются в том случае, если вы ходите на курсы, там, например, второй год или несколько детей, но у нас таких случаев не было, поэтому такие варианты мы не рассматривали. Какие преимущества, кто прошел курс, но преимущества вы сами должны оценивать, это, во-первых, помощь вам в подготовке к сдаче ЕНТ и к поступлению, и второе у нас на курсы второй год выделяются стипендии ДАД, которые распределяются только среди слушателей курсов. В этом году немножечко еще расширили условия, то есть ребята, которые на курсах могут получить 20% стипендию, скидку, и плюс еще продолжить участие в общем конкурсе на получение стипендий, возможно, получить еще и там. В прошлом году я тоже объявление делала среди ребят, в прошлом году ребята участвовали еще в олимпиадах КНУ, и по прошлому году было три победителя за участие в олимпиаде именно из слушателей курсов. Так что здесь все зависит от вашей активности, от вашего желания. Далее можно ли получить скидки, если успешно прошли курс, но это то же самое специально для того, что как прошли курс есть три стипендии, то есть три человека получают стипендии по лучшим результатам, они сдают вступительный экзамен и по итогам вступительного экзамена распределяются стипендии. И далее уже участие в общем конкурсе, то есть там уже вы добавляете результаты ЕНТ и аттестаты, все это суммируется и на общих основаниях в общем конкурсе подводятся итоги и возможно такое получение. Так, и будут ли профкурсы для магистрантов? Для магистрантов мы пока оставили языки, английский, русский, профпредметы, профкурсы мы пока приостановили, потому что в прошлом году ожидались изменения со стороны Министерства образования по поступлению, например, на магистратуру, если ты, например, бакалавриат закончил логистику и на менеджмент поступить нельзя было, но потом эти условия они опять перед, буквально перед сдачей КТ, наверное, за день или там не знаю за сколько, опять отменили и оставили старые. В этом году опять ожидаются эти же изменения, но будут они или нет мы пока не знаем, потому что со стороны Министерства образования информация еще пока не получена. Вот я как-то так бегло и кратко ответила. Спасибо, Татьяна. Я хочу напомнить, что у нас будет отдельный зал с Центром Довузовского профессионального образования, это зал номер 8, и уже буквально через 5 минут мы перейдем в сессионные залы после небольшой активности. Ребят, я прошу вас остаться. Немножко для того, чтобы узнать немного больше о нашем университете, через одного спикера у нас будет краткий уход от наших студентов и розыгрыш призов, а также я хотела бы обратиться к вам и напомнить, что сейчас до 30 апреля мы принимаем заявки, онлайн заявки на участие в нашей Олимпиаде, и как раз таки по результатам Олимпиады вы можете выиграть одну из наших внутренних стипендий. Пожалуйста, не упустите этот шанс, потому что в этом году, так же, как и в прошлом, вы готовите профильные проекты по дисциплине, по образовательной программе, на которую планируете поступать, и вполне можете стать обладателями нашей внутренней стипендии. Информация об этом на нашем сайте, пожалуйста, читайте, изучайте, если остаются вопросы, то мы на WhatsApp номере всегда с вами на связи. А я продолжаю нашу программу и хочу пригласить руководителя отдела карьеры и социальной работы Налюсани, я зову, Наля, вы с нами. Да-да-да, Наталья, добрый день. Добрый день. Надеюсь, меня отлично слышно, ребята, всем добрый день. Я представляю, какое количество информации на вас сейчас обрушилось, узнали цифры, факты о нашем университете, и так как у нас сегодня день открытых дверей, да, открытые двери предполагают, что мы делаем такой уэлкоминг для вас, и для того, чтобы вы открыли все остальные двери в своей жизни, да, я думаю, что вы сегодня за этим и пришли, сделали такую остановку, на остановке нашего университета, который называется Казахстанско-Немецкий университет, и думаю, те, кто здесь находятся, конечно же, оказались здесь не случайно. Но прежде, чем мы пойдем, у нас время очень кратко, хотел сразу сказать, что у нас будет еще отдельный 10-й сессионный зал, куда вы можете включиться, и там уже с презентацией мы можем побеседовать с вами о трендах рынка труда, о профессиональных возможностях после завершения обучения по определенной образовательной программе или специальности, для вас более привычное такое слово. Но маленький вопрос. Во-первых, пожалуйста, дайте реакцию, что с вами все в порядке, и за теми черными квадратиками вы действительно находитесь. Можно дать реакцию, да, вот здесь есть такие смайлы разные, чтобы мы увидели, что вы с нами. И может, так, так как мы сегодня в процессе вашего выбора, вот, Адлея, спасибо, вижу, что мы вам помогаем сегодня и вообще в целом поддерживаем вас в том выборе, который вы сделаете. Вы в процессе этого выбора находитесь сейчас, но мы, как люди, каждый день делаем неимоверное количество выборов. Вот если вы сейчас задумаетесь, да, и вот уже с самого утра сколько выборов вы сделали, да, выпить утром чай или кофе, да, пойти сначала умыться или заправить постель, да, казалось бы, такие небольшие какие-то на автомате делаем нами вещи, да, но они опять-таки основаны на том, что мы совершаем каждый день определенный выбор. И говоря о карьерных возможностях, да, здесь хочу тоже отметить, что вообще колоссальную роль играет выбор, да, то, какой выбор вы делаете каждый день. Я также получила вопросы от вас и кратко на несколько, буквально внутри вопроса нам здесь отвечу, и дальше мы сможем с вами продолжить в 10-м сессионном зале. Да, мы ведем учет трудоустройства наших выпускников и оцениваем этот уровень, потому что для нас это важно, это показатель того, чему и как обучают нашим университетам. Средний уровень, да, вы знаете, в экономике есть такое понятие скорость товара оборота, это то, с какой скоростью товар, допустим, уходит с полки, так как мы все-таки организация образования, мы оказываем услугу, но на самом деле каждый наш студент это есть наш продукт, да, и то, с какой скоростью студент трудоустраивается, тоже говорит о том, что, какими качествами он обладает, насколько он готов быть трудоустроенным. Так вот, у нас достаточно высокая скорость товарооборота, можно сказать, в среднем 60% выпускников трудоустраивается в первые три месяца после окончания университета, это достаточно хороший показатель, потому что, ребят, после того, как что-то грандиозное в вашей жизни завершается, а завершить обучение в буквы в риате, это ого-го, какое событие жизненное, да, есть такой чисто психологический момент, впасть немножечко в прострацию, да, взять такой тайм-аут на то, чтобы подумать, что делать дальше, и это абсолютно нормальный период, когда поиск работы занимает от 3 до 6 месяцев, это вообще оптимальный период для поиска работы не только для молодых специалистов, но и для специалистов с опытом работы. Тоже. Поэтому скорость такая вот трудоустройства, она тоже очень хорошая. К моменту начала нового учебного года, да, когда ребята выпустились в июне, осенью мы делаем обзор, то 70-80-90% в зависимости от направления подготовки ребят уже трудоустроены, с учетом того, что часть ребят все-таки выбирает для себя возможность продолжить обучение либо по программам магистратуры, либо по другой образовательной программе, в зависимости от того, какой личный план развития вы для себя имеете. Да, мы как отдел способствуем вашему продвижению и как бы представлению у вас компаниям, которые есть на рынке труда, которые представлены здесь на рынке труда. Но опять-таки, помните, я говорила про выбор, который мы делаем каждый день, и то, насколько вы можете быть качественно представлены на рынке труда, тоже определяет то, какой выбор вы делаете каждый день для себя. Потому что вот есть такое сейчас расхожее мнение, допустим, что... Это уже не только про навыки программирования, это про многие другие навыки. И как раз-таки задача университета дать... В целом можно назвать, сейчас есть очень хороший интересный термин, который называется трудоустраиваемость, не просто трудоустройство, а трудоустраиваемость или employee ability, как ability, как способность быть, мобильным, адаптивным и уметь ориентироваться. Потому что ни одно образование в мире не даст вам стопроцентно всего того, чтобы вы просто не легли на пляже под пальмочкой и сказали, все, я обладаю всем, чем мне необходимо для того, чтобы быть просто мега востребованным. Это будет ежедневный кропотливый труд, и это будет ваш ежедневный выбор. Хотела спросить тоже такой момент, мы можем потом дальше продолжить сказать, есть такое понятие, так как я по первому образованию в сфере психологии обучалась, мы всегда говорим еще в процессе обучения, это тоже очень важно, о когнитивных искажениях. Это то, что в принципе нам может мешать учиться, может мешать нам развиваться, продвигаться в работе, в профессии. Есть такое очень распространенное когнитивное искажение, называется ошибка выжившего. вот если кто-то знает и может в чате поделиться, что же это за ошибка выжившего, потому что это напрямую влияет на то, опять-таки, какой выбор вы будете делать, как вы будете продвигаться дальше в своем карьерном пути. Как уже обозначила Наталья и мои коллеги, вас дальше ждет такой элемент взаимодействия, игра Кахут, я думаю, что за год онлайн обучения вы освоили кучу инструментов, онлайн инструментов, для вас это будет не в такую новинку, игра очень интересная, вы сможете получить классные призы, всех, кто хочет еще поговорить на тему трудоустройства, развития карьеры, планирования, там, Hard and Soft Skills, я приглашаю в 10-й сессионный зал, ребят, и маленькая ремарка, так как наш отдел называется отдел социальной работы и карьеры, мы занимаемся также социальной работой со студентами, различными проектами, сейчас в рамках одного из проектов у нас в университете есть такая команда Enactus DQ Team, и мы делаем проект, который как раз таки направлен на абитуриентов, и мы будем рады, мы скинем вам ссылочку в чат, если вы сможете принять участие в нашем опросе о тех инструментах, потому что вы как раз сейчас та целевая аудитория, которая находится в поиске, а мы работаем над очень интересной возможностью, как можно облегчить абитуриентам поиск необходимого университета, или вообще какой-то возможности для собственного развития в сфере высшего образования, потому что для вас это все актуально сейчас, для ваших родителей актуально, я вам желаю делать мегаправильные, мегапозитивные выборы, конечно же, основываться на своих внутренних опорах и на том, чего вы сами хотите. Всех рады. Спасибо большое, Наля, за очень, да, такое эмоциональное и яркое выступление. На самом деле, видите, у нас в Казахстанской немецком университете работают действительно люди, которые любят наш вуз, любят развиваться и быть интересным своим студентам. Я хочу передать слово нашим как раз таки студентам, клубу амбассадоров, которые подготовили для вас небольшой такой сюрприз. Во-первых, они проведут кухот, немножко расскажут о клубе, для чего он был создан. И я хочу обратить ваше внимание, что вы можете отдельно связаться с нашими амбассадорами, списаться, подписаться не только на наш аккаунт DQKZ в Инстаграм, но еще и на амбассадорс DQ аккаунт для того, чтобы записаться на мастер-класс от наших студентов. А вы знаете, они уже у нас даже на первых-вторых курсах, амбассадоры, могут вас чему-то научить на мастер-классах, провести какой-то профильный мастер-класс, либо рассказать подробно о нашем университете глазами студентов. Ребята, сегодня Ланис и Дидар представляют наш клуб амбассадоров. Вы на связи, пожалуйста, подключайтесь. Здравствуйте. Здравствуйте, да, мы на связи. Меня зовут Дидар. Да, мы рады сегодня быть с вами, рассказать про наш университет, чтобы вы воочию увидели студентов DQ. В общем, да, мы члены клуба амбассадоров, и наша деятельность связана как раз таки с взаимодействием с абитуриентами, с выпускниками школ. Мы посещаем школы, проводим доды, проводим консультации. Также вы всегда можете обратиться к нам в случае, если у вас есть какие-то вопросы, и мы сможем рассказать чуть больше, чем администрация, поделиться своими впечатлениями. В общем, да, с нами вы не пропадете. Если вдруг вы сомневаетесь, или у вас есть вопросы не бюрократического характера, вы всегда можете нам написать в Инстаграм, мы с радостью вам ответим. Инстаграм мы отправим в чат. И по нашему плану мы проводим сегодня Кахут мини-тест, и в случае, если вы ответите на большое количество вопросов правильно, вас ждут подарки. Дидар сейчас подключит демонстрацию, да? Да, все верно, за демонстрацию экрана буду выступать. Давайте, Дидар. Да, конечно, и немного от меня, буквально пять копеек вставлю. Если вы хотите, чтобы именно мы, наша команда посетила вашу школу, вы можете написать нам в Инстаграм, и мы обязательно с вами свяжемся с вашими завучами, с вашими директорами, и обязательно расскажем про наш уникальный, не побоюсь этого слова, университет. Да, к сожалению, мы ограничены во времени, ребят подготовили классную презентацию, поэтому вы сейчас, пожалуйста, ребят, кому интересно узнать про клуб амбассадоров подробнее, напишите в чат мне, а мы уже свяжемся с вами и отправим презентацию клуба в личные сообщения. Так, сейчас я вам, если так, видим мой экран, правильно же? Да, да, видим. Да, вот перед вами вот пин-код данной игры, 955-291, вот, вижу первые участники, вот, Эльвина к нам присоединилась, Батархан, Амир, Амир. Так, подождем еще пару минуток и можем затем начать игру. Напоминаю, что победитель данной игры получит особенный приз от нашего университета. Да, самые активные ребята у нас получат толстовку, футболку и экологическую сумку с логотипом Казахстанского немецкого университета. Наш вуз также еще называют зеленым, потому что у нас очень много программ связанных с сохранением экологии, с правильной утилизацией батареек и других отходов, поэтому вот об этом вы еще можете подробно узнать у наших амбассадоров и пригласить их, например, на экологический мастер-класс в свою школу, чтобы они вам рассказали, как правильно утилизировать те же самые батарейки, где можно это сделать. К примеру, пока вот у нас есть еще подключение, я, наверное, воспользуюсь ситуацией расскажу, что наши ребята проводили презентации очень интересные, нестандартные, к примеру, как экономика в сказках. Очень неожиданно, но вот эту презентацию они проводили для ребят 8-9 класса и ребята даже не могли предположить, что оказывается в любимых детских сказках тоже есть экономика. Наши логисты проводили мастер-класс такой обучающий, что же такое логистика и где она сейчас применяется. Поэтому, пожалуйста, активно задавайте вопросы ребятам в чате и записывайтесь на отдельный мастер-класс от амбассадоров. Так, надеюсь, все, кто захотел, принялся. Вот 21 человек у нас сейчас. Да, да. уже подошел, да. 22, давайте. Вот еще, 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 да. Да, и пока, пока, чтобы заинтересовать ребят, я не знаю, наверное, из-за того, что демонстрация включена, я ее показать не смогу. Повторю, что у нас подавлена экологическая сумка. Толстовка, да, вот толстовка ДКУ. Очень классный материал, очень приятный. Всегда очень, как, с гордостью ношу эту толстовку, одеваю прям по особенным случаям. Очень нравится. Вот сзади можно прийти, посмотреть. Да, это толстовки особенные для наших амбассадоров. И хочу сказать, вот то, что у Ламис уже есть эта толстовка, означает, что она совершила уже ряд визитов в школы. Мы, к сожалению, вынуждены онлайн работать со школами. Провела целый ряд мастер-классов. Потому что такие толстовки брендированные, особенные для амбассадоров получаются только самым активным членам клуба. Вот. Поэтому здесь у нас, знаете, очень интересная такая иерархия поощрений наших студентов. Все для того, чтобы вы развивались и отрабатывали свои навыки, в том числе презентационные. Ну, я думаю, ребят, можно начинать. Давайте стартуем. Да, стартуем. Вам нужно ответить на вопросы и узнать, насколько хорошо вы знаете Казахстанско-немецкий университет. Поехали. В каком году был создан университет? И варианты ответа. На самом деле вопрос с подвохом прям. Потому что очень много близко расположенных друг к другу. Ну, ответ очень прост. Нам в этом году исполняется 21 год. Соответственно, правильный ответ у нас желтенький. Да, 1999 года существует наш университет. Следующий вопрос. Ребята, продолжим. Идем дальше. Вот, видим, что на первое место выходит нас Аделя. Следующий вопрос с подвохом. Верно ли же данное выражение или нет? Большинство участников ответили верно. Что, да, действительно, наш код университета, если вы хотите поступить с государственным грантом 0,82? У нас меняется лидер, теперь у нас Альберт на лидирующих позициях. Ответы разнятся, как мы видим, но все-таки большинство ответили верно, что у нас три факультета, как мы уже говорили, факультет мировой политики, факультет информационного инжиниринга и технологии и предпринимательства. Альберт остается на лидирующих позициях. Ребята, какого же факультета нет в нашем университете? Посмотрите внимательно. Многие ответили правильно. Нет факультета международных отношений. Факультет мировой политики, в котором есть образовательная программа международных отношений, на которой учусь я, ваш Дидар. Идем далее. Какой образовательной программы нет в ДКУ? Вопрос. Уже 20 ответов. Очень быстро ребята реагируют. Значит, знают наш вуз. Следят за нами. Да, видимо, был довольно легкий вопрос, потому что, как видим, 15-25 ответили, что иностранные языки это не ображательная программа, а уже просто отдельные предметы. Английский и немецкий, напомню, в нашем университете преподаются. Видим, что Альберт все еще первый. А сколько времени проводят студенты в Германии по программе двойной диплом? Полгода один год, один два года, один полтора года и просто один год. Ответы очень близкие, поэтому наверное вот, и поэтому и ответы довольно близкие, 8 на 8. Но все же правильные только ответили четыре наших гостей сегодня. То, что от одного до полутора лет студенты Казахстанского немецкого университета могут обучаться в Германии по программе двойного диплома. Вот, Альберт у нас наращивает свой отрыв. ДКУ занял пятое место в списке лидирующих вузов Казахстана рейтинга от 2020 года. Верно ли это или же да? Все ответили верно. Да, это действительно так, то, что согласно рейтингу Томикен в прошлом году КНУ занял достойное пятое место. Идем дальше. Восьмой вопрос. Какая образовательная программа есть только на магистратуре? Довольно легкий вопрос, видимо, был то, что действительно у нас на магистратуре имеется из нижней тречисленных только программа интегрирования управления водными ресурсами. Идем далее. Предпоследний вопрос. По программе двойной диплом можно уехать в любые страны Европы? Верно ли утверждение? Утверждение неверное и это оказалось правильным ответом для 19 пользователей. Да. То, что по программе двойного диплома можно уехать, как вы уже понимаете, в Германию в определенные города в зависимости от вашей специальности будущей. вопрос. Ну и заключительный вопрос. Есть ли в ДКО отдел по трудоустройству выпускников? Как быстро набираются ответы. Уже 19-20. 20-20. Да, действительно есть данный отдел по трудоустройству выпускников. Наверное, ответ был легкий, потому что до нас выступала на Илья со своей презентацией. Вот. Ну и давайте наконец объявим результаты. Третье место. Арина, активный участник сегодня. Второе место. Человек под кодовым названием 11. И, конечно же, Альберт у нас на первом месте. Насколько я знаю, если мы не ошибаемся, Альберт у нас очень активно следит за нашим университетом. И, по-моему, даже подал заявку на участие в Олимпиаде мне тут подсказывают. Поэтому, а, на тестирование уже, да? Ну и, ребят, еще раз повторюсь, у нас есть такой инструмент получения нашей внутренней стипендии, как Олимпиада. Не упустите, пожалуйста, почитайте об этом подробнее, потому что можно получить стипендию. И хочу показать вам наши подарочки. Толстопку разворачивать не буду, но вот такая экологичная. Ох, у меня тут... В общем, не покажу, окажется сюрпризом для вас. Именно фон позади меня не позволяет мне показать вам сумочку, вот, экологичную, и футболку нашего университета. В общем, за первое место мы вручаем толстовку, за второе место мы вручаем сумку и за третье место футболочку. Пожалуйста, уважаемые участники, кто занял призовые места, напишите нам, и мы обязательно вам в ближайшее время передадим ваши подарки. Ну, а мы продолжаем, уважаемые друзья, и нас стало, к сожалению, меньше, но все еще 63 человека. Я предлагаю вам перейти в наши сессионные залы, потому что для вас приготовили очень много интересного наши спикеры. У нас есть три преподавателя из Германии, которые приготовили интересные мастер-классы для вас. В зале номер 4 пройдет мастер-класс госдоцента факультета мировой политики Себастьяна Майера. В зале номер 5 пройдет мастер-класс госдоцента факультета экономики и предпринимательства Бода Лохмана. Я являюсь, кстати, и его студенткой, и выпускницей нашего вуза, и поэтому очень рекомендую перейти и послушать нашего профессора. И, наконец, интересное видео включение будет из нашего вуза партнера от нашего профессора Фабига. Это в зале номер 6. Кроме того, у нас подготовлены мастер-класс от наших выпускников. Мастер-класс выпускника ФИИД Санжара Бердали в зале номер 3. Мастер-класс выпускника факультета экономики и предпринимательства Кирилла Ламбакшева в зале номер 2. И мастер-класс выпускника факультета мировой политики Надиры Мухамеджан, которая проходит сейчас как раз очень интересную стажировку в Германии будет в зале номер 1. Помимо этого работает зал номер 7 вопросы к приемной комиссии дополнительные, зал номер 8 ответы на дополнительные вопросы к ЦДПО Центра Довозовской профессионального обучения, зал номер 9 ответы по международному офису и стипендиям, и зал номер 10 ответы на дополнительные вопросы карьерного центра. Я сейчас запускаю уважаемые ребята сессионные залы. Если у вас не появится кнопочка перейти в зал, включите микрофон или напишите в чат, я переведу вас вручную, не переживайте. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова